За восемь месяцев до побега Годунова состоялась премьера фантастического мюзикла «31 июня», в котором он сыграл одну из главных ролей. Я умоляю вас, прекрасный Нинет, только об одном поцелуи. И тогда мне не страшна вечность. Судьба картины была предрешена, ее положили на полку на долгие годы. Однако песни, прозвучав однажды, полюбились зрителям и сразу стали популярны. Орай любовь, как ночь темна, и адской мукой она стать может вместо рая. Бегство Годунова стало не единственной проблемой. Трудности преследовали создатели фильма с самого начала, но это не помешало киноленте стать настоящей легендой музыки. В это сложно поверить, но легендарному музыкальному фильму «31 июня» уже без малого полвека. Эта красивая сказка о любви по-прежнему завораживает зрителей. А песни оттуда угадываются с первых нот. К моменту «Бегства Годунова на запад» фильм режиссера Квенихидзе «31 июня» успели показать лишь однажды. В новогоднюю ночь 1979 года. Он как бы так выстрелил, как-то так о нем все заговорили. Да-да-да, песни-то остались, а фильм убрали. После «Бегства советского танцора в США» картину положили на полку на долгие семь лет. Это была революция просто тогда. Ничего подобного никто до этого не снимал. Фильм сразу полюбился зрителям. Его обсуждали миллионы людей по всей стране. Однако вскоре эта слава для многих участников съемок стала проклятием. Фильм показали всего один раз, а после запретили. За плечами Леонида Квенихидзе уже был успех музыкальных фильмов «Соломенная шляпка» и «Небесные ласточки». Планы режиссера на 31 июня были крайне амбициозны. От грешных страстей и мирской суеты спасения нет даже здесь. Из фантастического сценария, написанного Ниной Фоминой по мотивам повести английского автора Джона Бойтона Присли, он хотел создать не просто красивую музыкальную сказку, а рок-оперу, киномюзикл мирового уровня, которых в стране еще не было. Леонид Александрович, он приглашал нас все время на Мосфильм и делал просмотры всего, что было отснято, это были черно-белые копии, все рок-оперы, там, «Христос Суперсталлар», рок-опера «Тони», потому что он говорил, что мы должны танцевать, двигаться в этом фильме лучше, чем все, когда были бы сниманы. Именно поэтому он утверждал балетных артистов. Композитором был выбран Александр Зацепин, и он хотел видеть в качестве певицы закадровой Аллу Пугачеву, потому что у него до этого уже в течение нескольких лет были достаточно хорошие взаимоотношения с Пугачевой, творческие имеется в виду, и они там в нескольких фильмах участвовали, много песен было написано. Они поругались с Аллой Борисовной. Случилось это во время работы над фильмом «Женщина, которая поет», в котором Алла Пугачева исполняла главную роль, а Александр Зацепин был композитором. Но Алла Борисовна решила пристроить в этом фильме свои пять песен. Тогда они вместе со своим супругом Александром Стефановичем, кинорежиссером с Мосфильма, пошли на авантюру. Они выдумали такого вот молодого человека, Бориса Горбоноса, который якобы прикован к инвалидному креслу, сочиняет прекрасную музыку, но вот поскольку он инвалид, вот он там прислал нам партитуру свою и так далее. И они вот хотят его как бы прославить, его имя. На самом деле все песни были написаны Аллой Борисовной Пугачевой. Дай счастье мне, дай счастье мне, той женщине, которая поет. Руководство студии в придуманную историю поверило. Песни Аллы Борисовны вошли в картину, а песни Зацепина были вырезаны. Композитор был единственным, кто понял, что это обман, ведь это в его квартире студии Пугачева сделала записи своих произведений. После этого случая Александр Сергеевич прекратил всякое общение с некогда любимой исполнительницей. Зацепин с ней поругался на моих глазах. Я вообще его очень уговаривал, я был на стороне Пугачевой. Ну как-то, вернее, не то что на стороне, а говорил, что ее надо простить за талант. Ну вот, но он уперся и с ней перестал разговаривать и не работал. К лету 1978 года музыка для кинофильма «31 июня» уже была написана композитором Александром Зацепиным. Позже он вспоминал, как однажды дочь-торшеклассница упрекнул его в несовременности, мол, пишет только для своего поколения. Композитор к критике прислушался и начал изучать новые музыкальные направления. Рок и диско настолько увлекли его, что тут же нашли отражение в партитурах для киномюзикла. Для фильма он написал 21 композицию. Многие из них после премьеры начали жить самостоятельной жизнью. И с 1 июня это для меня учеба, труд, ну и победа. Дочь у меня училась, значит, по-моему, в 9 или 10 классе. И она говорит, вот знаешь, у меня мальчишки, ребята говорят, что ты пишешь музыку для своего поколения. Они все знают твои песни, хорошие, все. Но ты пишешь для своего поколения. Вот это меня задело, что ага. И я для себя решил, нет, надо мне это изучать, потому что тогда я вообще отстану совершенно. И я, значит, стал слушать Битлз, другие группы, все такие, которые там в этом стиле. И понял, что просто надо это слушать и стараться в этом плане что-то написать. Музыка к фильму получилась ультрамодной и звучала совершенно не по-советски. Во многом благодаря аранжировкам. Композиции были записаны в домашней студии Александра Зацепина, знаменитой на всю Москву. Многое сделали умельцы. И я какие-то чертежи давал. У меня был такой типа мелотрон, то есть у меня клавиатура была. Я играл, и два таких вот кольца из пленки по 24 канала крутилось, 48, это 4 октавы, значит, звучало в музыке, на которых была записана Таня Анциферова, голос ее на «А» или с закрытым ртом, и хорошие скрипки из Большого театра. Они все ноты мне сыграли по одной ноте. Потом это, значит, кольца были склеены. И вот на этом вот тогда синтезаторов не было. И все это звучало очень интересно. Мы с ним так повстречались, он мне сразу предложил спеть песню, дал мне фонограмму. Я, как говорится, сходу, мне показалось очень просто. Я записала, но мне сказали, что он мне нравится. Ну, я попробовала, уехала на гастроли, в общем, сильно не заморачивалась. А потом была удивлена через какое-то время, когда мне сказали, что мои эти записи вошли в фильм. Я сказала, а переписать? А это же было так с налету, с ходу. Ну, уже все, поезд ушел, уже произошли съемки. К счастью, в советское время пресса еще не носила желтый цвет. А вот если бы фильм снимали теперь, то из событий, развернувшихся вокруг песни «Ищу тебя», раздули бы грандиозный скандал. Дело в том, что в фильме звучит голос Татьяны Анциферовой, а на пластинке главный хит картины исполняет Ксения Георгиади. Скажи, мы сможем узнать, откуда... Вот в этом случае мне повезло, так сказать, я вытащила лотерейный билет «Счастливый». Раньше были худсоветы, сидели обычно все известные композиторы, музыканты, певцы даже сидели. Они слушали и решили, что она спета, как мне тогда говорил Александр Сергеевич, я потому что была удивлена, он сказал, что она была спета как-то очень беззащитно, беспомощно, таким очень слабеньким голосом. А худсовету показалось, что эти стихи, эти слова и эту музыку надо было более с экспрессией какой-то, с динамикой более уверенной спеть. В этих песнях есть смысл, есть романтизм, есть любовь и страсти. Все в меру, понимаете? А это только присуще гениальным композиторам. Считаю, что музыка – это, конечно, 50% этого фильма. Потрясающее. Для исполнения песен привлекли самых модных в то время музыкантов страны – эстрадно-джазовый оркестр «Мелодия» и рок-группу «Аракс», которая уже имела дело с рок-операми на театральной сцене Ленкома. Одну из ярких песен исполнил музыкант группы «Аракс» Сергей Беликов. Это группа первых, ну, я не знаю, первой пятерки, так скромно говоря. А де-факто 78-й, 79-й, 80-й – это так, «Машина времени» – «Аракс», «Аракс» – «Машина времени». Это был для нас очередной творческий вызов, потому что, несмотря на то, что мы, скажем так, достаточно популярная группа уже, мы еще молоды, преисполнены каких-то невзятых вершин, и мы понимали, что вот работа над фильмом для нас – это еще один вызов. Тексты для песен, ставших впоследствии хитами, написали Леонид Дербенев, Юрий Энтин и Римма Казакова. Но им, как Александру Зацепину и Леониду Квенихидзе, пришлось внести десятки поправок в свои работы. Ведь бдительным чиновникам везде виделся звериный оскал капитализма. А это характерные явления той эпохи заставляли что-то переделывать из-за капиталистичности музыки, капиталистичности образов. Зацепин имел все возможности записывать музыку к фильму в профессиональной студии «Мосфильма». Но он предпочел это сделать у себя дома, поскольку за несколько лет до этого оборудовал квартиру по последнему слову звукозаписывающей техники. Только там он мог добиться необходимого звучания. Леонид Квенихидзе мне говорит, ты знаешь, разлукорежиссер, я когда сказал, у Зацепина дома будем писать. Как дома? Музыкальный фильм? Дома будет. Ну какой-то у него гнитофончик, что ли? Нет, я, говорит, хочу посмотреть. Я хочу посмотреть. И он пришел как раз, у меня запись была. Он как увидел, все ясно. Это наш новый придворный музыкант. Его зовут Сэр Магнитофон. Переносные магнитофоны и магнитолы для многих граждан СССР были пределом мечтаний. В 70-е в свободной продаже подобных аппаратов не было. Их или покупали по записи, или привозили из-за гранки. Позже они стали появляться и в комиссионных магазинах. Но стоимость таких магнитофонов равнялась двум, а то и трем зарплатам среднего рабочего. Сколько в те годы могло стоить профессиональное звукозаписывающее оборудование, которым пользовался в своей домашней студии композитор фильма Александр Зацепин, даже представить страшно. У него был магнитофон восьмиканальный. И каждую вот эту «Ищу тебя», «Мир безлюбимого», «Он пришел». Вообще все, это «Звездный мост». Все вот эти песни пропевали другие певицы. Их было семь человек, а я была восьмая. Это была на тот момент самая оборудованная студия. Это была такая музыка, записанная на самых современных инструментах, в современной аранжировках. Ну, немножко перескочили по времени в будущее. Все вокруг летит, пух и прах. Как всегда, король на ногах. Однако именно из-за слишком прогрессивной музыки съемки фильма могли закончиться, еще не начавшись. Чиновникам от кино не нравилось чуждое звучание. Этот танец не вяжется с королевской честью. Мы запрещаем его на веки веков. С выбором исполнительницы главных песен фильма тоже не все было гладко. Режиссер и композитор были убеждены, образ главной героини, принцессы Мелисенте, должен начинаться с ее голоса. Прослушав восемь претендентов на эту роль, включая Ирину Понаровскую и Ларису Долину, Зацепин никак не мог определиться. Я не вижу ее. Как это не видеть? Не вижу и все. Вообще трепет был, конечно... Меня тогда никому неизвестную девочку позвали спеть музыку Зацепина. Зацепина, который уже тогда был просто монстром в музыке и в кино. Экспрессия Ларисе Долиной больше подходила фрейлине Мелисенте, леди Нинет, которую в дальнейшем она и озвучила. Лариса Дольна, она великолепно пела «Леди Нинет», «Рождественская» пела Люба Полищук, «Як Йола» — это Александр Гудунов, «Лемисон», и «Тынис Мяги» — у нас был этот «Черный рыцарь». Но Мелисенте совсем иное. Тут нужно было нечто нежное и проникновенное. Перебрав все известные ему голоса, Зацепин понимал — не то. Судьба фильма снова была под угрозой. Ведь песни необходимо было записать до начала съемок. Времени оставалось катастрофически мало. Но однажды друзья принесли композитору «Запись молодой украинской исполнительницы». Вот это Таня Анцеллирова. И я послушал... Одна была украинская песня, какая-то советская, одна на английском языке она что-то пела. Мне понравился тембр и интонация. Она все чисто, все так здорово сделала. Но я сказал, что пусть придет. Это было стопроцентное попадание. Песни в исполнении Татьяны Анциферовой записывались с первого дубля. Он всегда мне разрешал вольничать. Всегда, когда я что-то изменяла, я смотрела на Александра Сергеевича, он говорил, мне нравится. То есть он никогда мне не сделал замечания, что ты там изменила ноту. Сказал, так лучше. Вот понимаете, такое доверие. У сказочной принцессы Мелисенте появился голос, но до сих пор не было лица. Актрисы еще не было Мелисенте. Поэтому я сама еще себе придумала образ Одри Хэбберн. И вот пыталась ее как бы озвучивать. Ну, по типу «Моя прекрасная леди». Вот что-то вот в таком роде. Потому что я спросила у Квини Хидзе, а кто будет играть? Ну, он сказал, пока мы не выбрали. Ну, вот, типа, представь кого-то. Здесь надо типичное лицо средневековой принцессы. Да. Работать с успешным режиссером мечтали многие. На роль принцессы Мелисенте пробовались Ирина Алферова и Елена Шанина. Но Леонид Квини Хидзе был непреклонен. В главных ролях он видел в основном профессиональных артистов балета. Эта идея принесла режиссеру много проблем. После того, как сначала Рудольф Нуреев, потом Михаил Барышников, а затем и жена Квини Хидзе Наталья Макарова отказались возвращаться в Советский Союз с западных гастролей, артисты балета считались людьми неблагонадежными. Режиссеру пришлось с боем отстаивать буквально каждого кандидата на роль в фильме. Создавать настоящий мюзикл без участия профессиональных танцоров он считал недопустимым. Когда меня пригласили на фотопробы 31 июня, я, в общем-то, не волновалась, потому что была уверена, что меня не утвердят. Ну, потому что до этого не утверждали. Но в этот раз все было иначе. Режиссера буквально заворожили печальные неземные глаза молодой балерины музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Натальи Трубниковой. Именно такой он видел свою принцессу. Ваши глаза должны гипнотизировать зрителя. Он говорит, внутри должно быть фламенко. То есть я должен видеть в глазах все, что вы чувствуете внутри. Несмотря на сопротивление масс-фильма, мюзикл все-таки утвердили солистов Большого театра Марину Нудьгу и супругов Александра Годунова и Людмилу Власову. Кроме того, в фильме снималась звездная плеяда актеров Любовь Полищук, Владимир Зельдин и Владимир Этуш. Исполнителем главной мужской роли влюбленного в принцессу художника Сэма из 21 века режиссер видел только одного человека актера Николая Еременко. Но он согласился участвовать в фильме лишь при условии, что петь и танцевать не будет. Казалось, самое сложное позади. Квенихидзе отстоял музыку и актеров и теперь мог смело погрузиться в творческий процесс. Но перед режиссером встала новая сверхзадача успеть снять двухсерийный фильм всего за полтора месяца. Именно столько длился отпуск действующих актеров балета. Квенихидзе был вынужден подстроиться, но от амбициозных планов не отказался. Преодолев все преграды, фильм вышел на экраны, словно новогоднее чудо. Вот только неприятности у создателей только начинались. В августе 1979 года, спустя почти восемь месяцев после премьеры фильма, разразился международный скандал. Во время гастролей Большого театра в Нью-Йорке Александр Годунов обратился к американским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Самые страшные опасения сбылись. Для режиссера Леонида Квенихидзе это стало тяжелым ударом. После международного скандала картину с участием его виновника запретили. А тень неблагожелательного танцора упала на многих участников фильма. Артистов балета приглашали на кинопробы, но не утверждали. Режиссеры просто боялись повторения злополучной истории. Но несмотря на все обстоятельства, полюбившаяся зрителям музыкой из фильма жила отдельной успешной жизнью. А Як Йола пел в концертах, по радио эти песни звучали. Эта музыка зацепина поет Як Йола. Никакого упоминания о Годунове, никакого упоминания о фильме 31 июня. Все. В октябре 1979 года песня «Ищу тебя» заняла второе место по версии хит-парада московского комсомольца. А в 1980 году фирма «Мелодия» даже выпустила пластинку песней из кинофильма «31 июня». Однако главную композицию картины пела уже не Татьяна Анциферова, а Ксения Георгиадид. Голос первой исполнительницы не устроил худсовет студии. Казалось бы, худшего, чем запрет, фирма уже быть не может. Но картину словно преследовал злой рок. Когда в 1982 году Александр Зацепин получил выгодное предложение и уехал жить во Францию, на его творчество обрушилась беспощадная критика. В песнях Зацепина стали искать тайный смысл. Досталось и композициям из фантастического мюзикла. Плывут небесные огни, небесные необозримую дорогу и звезд. В опалу попала песня «Звездный мост». В ней усмотрели отсылку к «Звездным воинам» стратегической оборонной инициативе США. Ну, это просто смешно. Это называется из пальцев высосанная история. Люди же не дураки, которые слушают песни. Но у кого, у какого нормального человека может возникнуть подобная ассоциация? Только у... Просто у... Я не знаю. У меня слов нет. Одной из самых популярных композиций киномюзикла была трогательная песня «Мир без любимого». Своим голосом Татьяна Анциферова точно передала все эмоции, заложенные авторами. Музыкальный руководитель Додик Запольский в этом фильме, он, значит, сказал, что мне бы хотелось, чтобы эту песню ты спела, ну, вот как будто ты лежишь в поле, руки положила под голову и смотришь, как плывут облака. Я легла и положила на самом деле руки под голову. Все, мне установили этот, значит, микрофон, закрыли дверь. Вот таким образом я записала эту песню. Но даже в этой безобидной песне чиновники усмотрели провокацию после того, как театральный режиссер Юрий Любимов уехал за рубеж. Ну вот надо было, понимаете, надо было к чему-то привязаться, чтобы вообще картину убрать, чтобы вообще ее не было. Вот и придумывали всякую чуду. После того, как уже, по-моему, году 84-м, значит, наш великий театральный режиссер Юрий Петрович Любимов уехал, значит, то сейчас сразу стали вспоминать, ну, самую знаменитую песню из 31 июня. Я приезжала, снималась для утренней почты или для какого-то, значит, сняли мир без Любимова, а потом сказали, показывать не будем, потому что недавно уехал Юрий Любимов и типа того. Снимем другую песню. С авторством слов этой, ставшей неожиданно антисоветской песней, тоже вышел курьез. Из-за путаницы в титрах ее ошибочно стали приписывать Леониду Дербеневу. Так как там было написано Дербенев-Энтин, и не было указано, кто что написал, то эту песню приписали Дербеневу, и сразу он получил премию. Но лучшая песня то ли года, то ли месяца. Потом позвонила жена, Леонид Дербенева, его уже не было, и она извинялась, даже заплакала. Она говорит, что Юра, ну вот это я виновата, потому что я не посмотрела, ну не упустила это. И я ее тоже успокоила, я говорю, что не переживай, я говорю, мне даже забавно, мне есть о чем говорить теперь. Долгое время картину не показывали еще и по той причине, что в 80-х годах во Францию эмигрировал композитор Александр Зацепин. Тогда и на остальные его песни, чтобы не нарушать традицию, наложили вето. отъезд наших звезд за рубеж, ну в частности там композитор уехал, там Зацепин, Журбин, Дунаевский и еще ряд композиторов. Там никто не состоялся. и практически все вернулись в Россию. Куда вы? Не уходите. Это невозможно. Великий Мерлин приказал нам вернуться. И с нашим исчезновением вы забудете все. И больше никогда в жизни никто из вас не вспомнит Перадор. Фильм вернулся на экраны спустя долгих 7 лет, уже после перестройки. Как и герой картины, он словно прошел через портал времени, шагнув в совершенно новую реальность, где популярным было уже совсем другое кино. Показа картины вся съемочная группа ждала с замиранием сердца. А вдруг не примут? Вдруг она безнадежно устарела? Но все опасения оказались напрасны. И потом через какое-то время опять поставили. И уже он пошел. И дальше, вот знаете, как будто, вот знаете, как ледоход на реке. Его стали так часто показывать, что просто по всем каналам мы никак не ожидали, что будет такой успех. Фильм «31 июня» пережил все невзгоды и стал настоящей классикой. Искренние песни, безупречная хореография, блестящая игра актеров. Все это позволило авторам создать сказку о настоящей любви, не времени и пространстве. Фильм «31 июня» все-таки дожил до лучших времен. Теперь его часто показывают по телевидению и в 2013-м отмечают 35-летие картины. Столько воспоминаний, все как будто это было вчера. Великолепные актеры снимались. К сожалению, теперь уже воспоминания и от, так сказать, полного восхищения и грусти, потому что очень многие ушли. Ушел Саша Годунов, ушел Коля Еременко, ушла Люба Полищук. Но работа была великолепная. Вот мне кажется, что этот фильм, он как бы выстрелил тем, что он шел впереди, конечно, своего времени, благодаря еще музыке, конечно, зацепленной, его фантастическим песням. Я очень рад, что 31 июня так вспомнили и вот каким-то образом хотя бы его заметили, как юбилейный фильм. А вообще это связано с извечной человеческой памятью. Всегда кажется, что то, что было раньше, было лучше. Поэтому, ну, поэтому так и получается, что мы вспоминаем сейчас старое. В последнее время действительно стало популярным чествовать любимые советские фильмы. Они, конечно, не такие зрелищные, как современные и кажутся иногда слишком наивными. И все-таки они с нами. Добрые, душевные, настоящие, любимые на все времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова